Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, ну что ж, чудо-збывательная комедия «Марафон желаний» сегодня стартует в эфире Русского радио, а завтра на всех экранах страны. И сегодня, как я уже только что вам сказала, Александр Гудков и Дарья Чаруша пришли для того, чтобы всех нас научить исполнять свои желания. Ребята, привет! Всем привет! Добрый вечер. Так, ну давайте сразу... Слышно хорошо. По порядку, скажите. Только голос приятный сразу. Ой, да, это правда. Не скрипучие. Голоса у вас красивые. Потому что микрофоны дорогие, нам же сказали. Да, да, да. Не дешевые. Не дешевые. Ну, русское радио может себе позволить. И слава богу. Вы скажите мне лучше, во всех кинотеатрах страны пойдет ваша комедия или не во всех? Ну, тех, где не пойдет, будьте прокляты. Серьезная заработка. Да, да, да. Нет, наверное, во всех. Даш, ты знаешь, точное расписание. Ну, как нам сказали, что во всех. Это хорошо. Да. Мы очень довольны. Я думаю, вас не обманули. А вы скажите, для тех людей, которые еще ничего не знают про этот фильм, а таких, естественно, большинство, потому что выйдет он только завтра. Значит, сюжет. Ну, так, вкратце. Насколько я понимаю, главная героиня записывает все свои желания в блокнот, и самое главное желание – это быть счастливой. Ну, как бы… Это тоже хорошая интерпретация. Она уже на пути к своему счастью. Готовится к свадьбе. Свадьба срывается. Она решает вернуть своего возлюбленного. Да, да. Из Воронежа отправляется в Ханты-Мансийск, но на переправе в Москве. В Санкт-Петербурге. А, в Санкт-Петербурге. У нее происходят какие-то события, и все меняется. Меняет жить полностью на 180 градусов. Да, да. Значит, я правильно поняла. Из вашего релиза. Все второе, как мир, но… А как возникла идея именно про это снимать кино? Дашунь, давай. Это точно. Есть супер история. Есть супер история, абсолютно правдивая. Дело в том, что я летела в Краснодар. Я ехала домой. Даша, да. Да, Даша не только, я поясняю, сценарист, но и режиссер этой картины. А Александр – актер, сценарист и режиссер. И осветитель. И продюсер. Продюсер, и вдохновитель. Итак, ты ехала? Я ехала домой, вот как Саша сказала. Это был город Краснодар доблестный. Потому что у меня там есть остеопат. Великолепный. Это правда. Причем он, как бы, у него много, у него много, как сказать, заслуг. У него, спасибо, Алла. Да. У него много талантов, и он такой, и, в общем, Света Как у тебя, короче, у него. Сейчас, подожди, я немножко зажим, я немножко расслаблюсь. Нет, у твоего остеопата так же много талантов, как у тебя самой. Потому что я уж тоже знаю, что ты музыку пишешь, и сама актриса, и еще теперь кино снимаешь. Ну, где такое найти? Еще остеопатом станет. И так, ехала ты к остеопату. Я ехала к остеопату. Значит, Светлана Устинова изъявила желание поехать к остеопату вместе со мной. Ну, поскольку я улетела раньше, она осталась в Москве, я говорю, ну, прилетай. Значит, она взяла билет. Наша подруга актриса. Да. Наша подруга, вот, и креативный продюсер этого фильма. Она, значит, говорит, ну, хорошо, я взяла билет на самый ранний самолет, и прилетела, и застряла. Застряла в аэропорту. В багажном отделении? Ну, как бы, это хорошо, если в багажном отделении. Она застряла реально на 7 часов в аэропорту, и там с ней произошло все, что только можно. Там, значит, ее возили 40 минут, а потом еще 40 минут по взлетной полосе с болельщиками, на нее вырвало мальчика, потом у этого мальчика, значит, пришлось... В общем, все, что только можно. Все, что могло произойти, как бы в этот промежуток времени все произошло. И все 7 часов она была со мной на связи, потому что... И все это описывало тебе. Да, и не летали самолеты, ну, не летали. И на Краснодар опустился страшный-страшный туман. И мы все, как вот в фильме ужасов, перебирались, и я еще с этим телефоном говорю, господи, Света, где ты? Как мгла. И в какой-то момент, спустя 7 часов, она сдалась, сказала, даже я никуда не прилечу, я не хочу, я хочу домой, хочу мыться, пить дорогой кофе. И быть снова Светланы Устиновой. И снова быть Светланы Устиновой. И как бы она сдала билет, и в этот же момент полетело. Все, все, все полетело. Все, короче, в общем, она не должна была попасть к этому ассиопату 100%. Это абсолютно точно. Все знаки, знаки, сплошные знаки. В общем, это на самом деле очень жизненная штука, потому что это реально по реальным событиям Светланы Устиновой сняты. Только потом. А, то есть вот все, что она тебе написала, у тебя поэтому возникла вся эта история. Мы с ней, значит, оставались на связи, пошутили, что это классная идея для кино, когда девочка застревает, или мальчик, ну вообще мыслящее существо застревает на переправе. И дальше... В смысле мыслящее? Да. Комар. Да. Кстати. Вот. И дальше с ней может происходить все, что угодно, потому что переправа и пересадка — это очень классное ощущение, когда обваливается с человека все наносное, остается только само ядро, суть. И вот с этой сутью ты взаимодействуешь, потому что мы часто даже сами себя не знаем. Саша. Да, подождите. Сейчас мы... Это была очень эффектная, очень яркая история. Да, нужно ее переварить. Поэтому пока Света нам поставит песню, мы продолжим это делать. Ну и мы продолжаем. Так и что, вот это ты написал, но не все же идеи всегда воплощаются. То есть спасибо тебе большое, ты мне перекрылся. А где камера? Вот сюда. Где камера? Камера твоего. Вот. А где мои родители? Они слушают. Да? Или смотрят? И смотрят, слушают. А, вот, все, я их вижу, отлично. А, это все классно, но далеко не каждый раз, идея доходит до финала, а иногда очень часто друзья собрались, и эта идея и осталась. Да. Так вот, что вам помогло? Так вот, что вам помогло? Бывает, но не с нами. Почему? Ну, помогло, Вера, вообще, мне изначально, я когда с Дашей встретился, как бы, и не думал ни о том, что я буду что-то делать в кино, и не хотелось мне ничего делать в кино, наверное, притрагиваться. А вот тут судьба свела, это все чисто и какая-то цепочка супер случайностей. С Дашей познакомили нас, съем какой-то клип для Димы Билана, у Яны Рудковской, мы там с ней сделали «Пьяную любовь» вдвоем, нам понравилось, что мы с ней сотворили. Тут же мы сказали, надо... Да, у нас еще была маленькая Катика на ней, она наш, собственно, говоря, ген-продюсер и продюсер версии. И Катя, потом Даша, Катя тоже с нами вот все развалилась, Дашу мне дает читать сценарий, я, говорит, придумала некий сценарий про Дашку, про Свет Кустину, там, про это почитай. Я читаю этот сценарий в самолете, говорю, там как бы... Надо помогать девчушке, надо вытаскивать ее из этого болота, там не очень все хорошо. Правда. И ты перелопатила. И мы все вместе перелопатили. Добавил юмора? Ну, типа того, как бы сказать, юмора, главное не перешутить. В общем, добавили с Дашей... А разве что, можно перешутить? Да, Алла, представляешь, это главная проблема русской комедии, там перешучено. Надо, чтобы зритель оставался голодным, не дошутить, чтобы все ушли с ощущением такого легкого. А когда много, когда жир, все уходят, ходят мизин, все ходят желудковой, ой, что-то не очень. Я поняла, кажется, пошли. Да, да. Друзья, у меня сегодня прекрасные гости, талантливые, со всех сторон. Вот с какой ни посмотри, в этом, в 5D, со всех сторон у них сплошные таланты. Это Саша Гудков и Даша Чаруша. Говорим про фильм «Марафон желаний». А, кстати, вы знаете, ведь у нас же тоже, раз вы сказали, что у вас чудо-исполнительная комедия, может быть, наши слушатели тоже могут в течение двух часов, мы сегодня с вами, могут загадывать желания. Эти желания могут исполняться? Сто процентов. Для этого мы и пришли к вам в студию, загадывая, что вы хотите, давайте. А вот, кстати, действительно, а у вас у самих есть такие желания, которые надо прямо, вот сейчас, вот вы озвучите, я же тоже кое-что могу. Так, и что? И это исполнится. Ну что, пиццу заказывает? Ну, пиццу. Пиццу — это... А это тоже чудо. Вдруг как его у себя принесут в русское радио? Не знаю. Ну, это не... Ну, я не буду по таким мелочам разбрасываться. За пиццей она не пойдет, нет. Мне важно, чтобы вот... Мне захотелось глядь вам в глаза, чтобы ваша мечта осуществилась, а она осуществится. Давайте. Да, Шунь. Ну, кто первый? Ну, как так подвели, так вообще, такую планку задали. Ну, давайте, пока... Пицца нет, а вот... Вот такая парная что-то, да. Я говорю про мечту, да. Я говорю про мечту. Вот как вот была у тебя, например, мечта стать режиссером? Вот была такая мечта? Ты была актриса. Не было у меня такой мечты. Ну, а почему ты вдруг решила стать режиссером? Это случайность. Жизнь заставила. Какая случайность? Не снимали другие режиссеры? Ты решила... Нет, это было не так. Я на самом деле считаю, что в жизни нужно кайфовать. Да. И все, что происходит с тобой, должно приносить тебе удовольствие и развитие. Поэтому в тот момент, когда совершенно случайно, шутя, как бы я написала сценарий, потом невероятным образом появился Саша в моей жизни. И когда он сказал, давай попробуем, я никогда не думала об этом процессе, как о чем-то очень серьезном и таком, что вот давайте мы сейчас отрежиссируем. Это все всегда было на уровне... Классно, попробуй. Давай попробуй. Ну, на самом деле, это очень хорошо. Да, потому что есть отличники, которые стараются, и это видно. Когда видно, когда человек... Есть такие певцы отличники, есть такие режиссеры отличники. Но это видно, что человек старался, и мы все это видим. Это результат видно. О, постарайтесь. Ну, ладно, пять вам. Пять. А у нас, может быть, она 4 с минусом, но зато от души. Это хорошо, это тоже всегда чувствуется и всегда видно. Кстати, между прочим, у нас на Русском Радио тоже есть такая глобальная наша прекрасная история, чудо сбывательное, называется «Время желать». Поэтому те наши слушатели, которые, ну, сегодня не почувствуют, что ваша мечта осуществилась, welcome, пожалуйста, на сайт Русского Радио, оставляйте свои заявки, и мы продолжаем исполнять ваши желания. Так, ну, хорошо, Даша не захотела раскрывать свои карты. Она просто думает, я думаю. Я думаю, подождите, подождите. А, ну, тогда давайте так, думайте. Саша, а ты готов уже озвучить твою мечту? Ну, не знаю, надо тоже подумать, но мечта мечтой. Ну, давайте думайте. Ну, что можно делать в студии Русского Радио, помечтать? Нет, колесо. А, колесо, так это я и сделаю без мечты, и где? Ну, вот здесь на сцене, друзья, включайте прямую трансляцию, если еще не сделали этого до сих пор. Включайте, включайте. Значит, в этом фильме, получается, мы уже сказали, ты дебютируешь и как продюсер, и как сценарист, и как актер. Какая из этих работ тебе понравилась больше? Сценариста, конечно, я же кайфую. Ну, потому что это самое классное, придумывать что-то то, что скажут великие актеры и актрисы, вкладывать в чужие рты свои идеи. Мне кажется, кайфовать от этого, ну, не знаю, я получаю колоссальную осень. Нежели я свойду в кадр, обтрясусь там весь, и что-то буду потом себя, извиняюсь, всю ночь ворочиться в изжоге жесткой. Потому что я себя съедаю, как никто, никто не знает, зачем я не так сделал там, ой, можно было там по-другому сыграть. А это же, хотя я не актер вообще, ни каплики. Но я самоед жесткий в этом отношении. Зачем ты согласился играть? Ну, потому что, не знаю. Ну, потому что... Можно попробовать? Ну, не нужно попробовать, я просто понял, что вот эту роль я еще не делал. Нигде, ни в Comedy Woman, ни в других проектах, ни в Вечернем Мурганте. Ну, такого сыграл он некого ловеласа. А вот расскажи, вот кого? Ну, ловелас с регалиями. Я не знаю, но это какой-то мерзкий типок, очень такой мелочный, наверное. Ну, вы увидите... Главное, что в моем герое есть так называемое, можно слово, панч. Панч, то есть то, что завершает образ полностью. Ты сам видел результат? Я видел, мы вчера... Мерзкий, мерзкий, чувак. Ну, как бы, мне... Там есть один момент, Даша от него кайфует, где я очень мерзко, похотливо смотрю на Глай, и Даша все время говорит, ой, как мерзко. Один гигантский мураш у нас идет по телу от него, от этого взгляда. Что ты говоришь, не актер. Ну, это само вылезло, я не знаю, это все, это все, как бы, как бы сказать, я на это не учился, но это какая-то свыше данная. Я не знаю, я не могу объяснить, что это такое. Слушайте, ну, вот вообще, ваш фильм выходит завтра, но Дальний Восток, который нас сейчас и смотрит, и слушает, они начнут смотреть фильм уже сегодня. Уже стрепет. А, Даша, коленки дрожат? Мы вчера сидели на презентации с Дашей вдвоем, сейчас расскажу, я просто, сейчас, все, все, все. Я взял, все хорошо, ты шпыла. Да, да, говори. Да, мы внимаем. Мы вообще хотели с ней не смотреть, потому что мы с ней очень переживали. Я выпил, наверное, 6 доз этой тибетской успокоительной штуки, у меня есть, от Константина Осиопата тоже. 6, она до 1 в день петь. Ничего она мне не помогла. И вот, когда мы вышли со сцены, объявляя фильм, и пошел фильм на большом экране, мы снесели на приступке. Это в легком шифоновом платье, я там сижу тоже, мы с голыми ногами, замерзли жутко. Но сидели как завороженные, сидели, 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 сидели. И когда, там есть момент один в фильме, это не конечный момент, но там, как бы, кульминационный, когда там, он Виольку заворачивает, и мы с ней срезами, и реально слезы потекли. Фу, выдохнули, слава богу, 2 года, полтора года нашей мучения жизни, вообще, и никто не ушел. Все сразу, никто не ушел. То есть зрителю фильм понравился, вы видели. Да. На самом деле, для меня, вчера, для нас вообще, на самом деле, мы просто в какой-то момент, я обнаружила, что мы с Сашей вот так вот сидим во мне. Да. Друзья, Александр Гудков и Даша Чаруша говорят про свой фильм «Время желаний», который вчера они на закрытом показе показывали. Марафон. Марафон, да. Ну и «Время желания» тоже нормально. Вот видите, у меня соединилось все воедино. Наша история и ваша история. Наверное, потому что что-то есть в стороне... Ну, главное слово «желание». Да, это хорошее. Ну, я знаю, что в этом... В основе фильма лежат несколько реальных историй. Получается, одна из историй, та, что случилась с Устиновой. Да. Какие еще истории? Вторая реальная история — это то, что... Вообще, в принципе, это моя жизнь, потому что я апеллировала... Я из Краснодара родом, и я, когда думала о героине, я апеллировала к тому, какая я была 20 лет тому назад. И мне хотелось и к тому, значит, что я вижу, когда я приезжаю в Краснодар, а поскольку я очень люблю, на самом деле, Краснодар и провинцию, мне кажется, в этих людях остается больше честности, больше искренности, больше такого бытового ума, что выбивается столицей, когда... Когда человек приезжает в нашу... В нашу... Волшебную родину. Скажите, ребят, вот... Хорошевший город. Марафон желаний — это не только, получается, фильм, но это идея тренинга. Мы об этом тоже сейчас поговорим. Я предлагаю вам небольшой блиц. Хочу выяснить, кто из вас больше волшебник. Вот так. Ну, по крайней мере, мы взяли те мечты, которые люди ставят перед собой, наши слушатели, и кто из вас добился большего. То есть кто уже исполнил эти мечты. Давайте попробуем. Ну, почему нет? Слушайте. Итак, мечта или реальность? Для каждого. Давайте. Отвечаю, давай так, Саш, ты, потом Даша. Давайте так. Итак, побывать в 50 странах мира. Мечта. Реальность. Ты уже побывала? Ну, я просто на два года старше Саши. У него еще все впереди. Какая крутая. Ну, я во многих был, но я не считал. Ну, подожди. Ну, подожди. Ну, подожди, недавно посчитала. Да? Ну, по-моему, это невозможно посчитать. Ну, нет, ну, точно не 50. Ну, ладно, все. Ну, пока опережает, ладно. Ну, пускай. Удмуртию считаешь? Да, конечно. Поплавать с дельфинами? А, мечта? Реальность. Прости. Я даже два раза плавала. Ну, я как бы не особо люблю рыб. Они млекопитающие. Да, извините, точно, точно. Сделать татуировку? Мечта. Кстати, не мечта. Но и не реальность. Но и не реальность. Ну, вот и все. Родители знают. Побывать на Олимпийских играх? О, реальность. Мечта. Хорошо. Иметь недвижимость в Москве? О, мечта. Мечта, мечта. Иметь недвижимость на море? О, вообще мечта. Мечта полная. На Балтийском. На Баренцовом. Ну, на Баренцовом тоже неплохо, но на Балтийском бомба. Ежедневно заниматься спортом. Вообще мечта. И не мечта тоже. А когда ты по улице идешь, считается? Нет. Ну, тогда мечта. Свободно владеть несколькими языками. Мечта. I dream, наверное. Так, ну, я свободно говорю на двух. Да. Это русский и английский. Ну, ладно, тогда реальность тебе считаем, да? Увидеть северное сияние. Мечта, я не видел. А я видела. Я вообще пять лет подряд жила с этим северным сиянием под мышкой. Я же из Морильска. Ну, конечно. О, быть счастливым. Реальность, скажи. Ну, реальность точная. Слава богу, хоть что-то. А ты, Даша. Я абсолютно счастлива. Но все-таки не страшно, Саша, что девушка победила. Сто процентов нет. Я победила. Конечно, ты больше создала для себя вот этих вот... Это возраст. Мечта. Да? Два года. Так она с дельфином доплыла до северного сияния. Я плала с подмышкой и брала его. Вези меня к северному сиянию. Друзья, вы видите, как нам сегодня весело и хорошо. Но это еще... Но самое главное, то что действительно сейчас мы подойдем к тому моменту, когда мы будем исполнять ваши желания. Воду там зарядить. Воду можно зарядить? На удачу? Да. Ну, она как бы так заряжена, мы в студии... А, да ладно, все нормально. Ну, все, выставьте бутылки. Да. И не только с водой. И не переключайтесь. Так, ну вот, ну ладно, победила. Ну, давай еще режиссеру можно иногда. Все, порядок. Ну, вот, мы... Ну, ту историю закончишь. Мы как-то поняли, что мы сидим вдвоем, обнявшись, как... Шарочка с машеткой. Белка с отрекой обнимались перед полетом, наверное, последний раз виделись. Шарочка с машеткой точно. И выдохнули. Как, боже, как это возможно? Я просто сказал, смеялся. Это очень классно, потому что зал действительно. Он где-то начал смеяться минуты. Вот хрусталево начал смеяться. Это было где-то... Сейчас, скажи, на 9-м, где-то было как раз половина. Это было где-то минута 5-я. И дальше уже не как бы только все по накатанной. И в какой-то момент я уже прям совсем расслабилась, потому что мы же еще сидели с боку, а кто сидел в средине, они вообще говорили, что смеялись прям в голос до самого конца. Слушайте, а вот мне интересно, ну это у меня просто чисто актерский вопрос, если с Устиновой все эти хитросплетения произошли, почему эту роль играла не она, а играла Аглая? Нет, ну это же немножко другая ситуация, как бы то, что это произошло, ну как бы то, что это произошло не со Сустиновой, как бы, а в нашей ситуации. Но вы с ней похожи даже, можно было бы героиню из вас двоих слепить на нее. Можно было, но мне как-то как-то... Ну что, почему? Нет, потому что... К режиссеру в этот вопрос. Нет, ну изначально, когда я подумала о том, что давайте сделаем, и я начала писать сценарий, как бы у нас получился там первый драфт самый, а я поняла, что между реальностью и между реализацией, как бы кинематографической, есть огромная пропасть, и в том плане, что почему нет, Асвета особенно и не претендовала, и не хотела, у нас как бы Аглая стояла в первых рядах сразу же. И сама Асвета предлагала. Да, сама Асвета ее и предлагала, и... Но Аглая стояла, потому что Аглая сейчас на афише фильма, это уже 90% успеха, то есть это такой... Нет, ну по этому абсолютно, мне кажется, просто Аглая... Мы действительно сделали кастинг, мы сделали кастинг, мы посмотрели, Аглая сделала самые лучшие пробы, и потом в Аглая есть удивительные честности, она никогда не фальшивит. И вопрос звездности, ну там есть несколько на сегодняшний день звездных от 30, которые могут гарантировать... Успех, успех вставленного фильма, например. Ну вопрос, как бы мы же не значили опираемся не на тот потенциал, с которым они уже пришли, мы должны уже были создать свой потенциал, а Аглая показала, что то, что она привнесет в этот фильм... Нет, что другое, что она делала раньше. Ну как бы там немножко другая Аглая. Да, во-первых, ее никто не узнает, а во-вторых, она... Ну мне вообще кажется, что это бенефис Аглая, и это ее прям, она как бы, она абсолютный фейерверк, она там неузнаваемая, она очень смешная, потому что единственное, о чем я переживала, что она не будет провинциальной. Дорогие друзья, мы говорим о фильме «Марафон желаний» с непосредственными создателями этого фильма, с режиссером, с Дашей Ии, со сценаристом-продюсером и актером Сашей Гудковым. Так, я обещала нашим слушателям, что вы сегодня их научите исполнять желания, реально, без хохмы, без дурки. Значит, слушайте, я знаю, что в создании картины приняла участие та самая Елена Блиновская, автор тренинга с одноименным названием «Марафон желаний», и говорят, я не была сама на ее тренинге, вот мне интересно, побывали ли вы там, говорят, что прям реально люди после этого исполняют желания. Ну чего, были ли вы там? Реально? Так сейчас расскажу. Мы даже кусок фильма снимали на тренинге у Елены Блиновской, и это было невероятно, это был полный крокус, это было почти 6 тысяч человек, заряженных полностью на успех, вообще горящих глаз, все 6 тысяч человек нам помогли, все вообще были в восторге, что снялись у нас в эпизоде. По поводу марафона именно Елены, Даша его точно проходила, и у Даши сбылось почти все, да? Что? Все. Ну что конкретно? Давай перечисляй по пальцам, чтобы люди понимали, что это не просто пиццу там он тебе принес. Да, да, да. Нет, ну вот, пожалуйста, кино. Так, кино сняла. Да, рояль мне муж подарил. Какого цвета? Черный. Отлично. Так, рояль. Ну а все желания, они личные остальные. Я как бы, вопрос реализации желаний на самом деле, это всегда вопрос от того, от чего ты отталкиваешься, что ты готов для этого сделать. Мне кажется, желаний без того, что ты гребешь лапками, как лягушка в крыльке, не бывает. Ну бывает, но как бы не так. Ну подождите, ну не разочаровывай сразу людей. Нет, я не разочаровываю, я абсолютно. Это мы все знаем, что без труда не выловишь рыб. Это все нас в детстве учатся. Нет, собственно говоря, Лена сама об этом говорит. Она говорит, запишите желания, а потом на самом деле нужно работать. Идти, работать. Месяц. Давай, значит, учите. Учите, потому что она не рассказала ничего. Но я знаю, что расскажете вы 100%, потому что это ваша работа. Значит, как надо сформулировать желание, чтобы оно сбылось? Ты уже сделала? Я хочу рояль. Пожалуйста. Я хочу рояль? Да, а главное потом мужу об этом сказать. Так, а ты как научился формировать? У меня на самом деле это знакомство с правильными людьми. Это работает, как говорится, как липнет успех. Вот чем, в каком круге общаешься, так и получилось. Познакомиться с Катей, потом с Дашей, потом еще, 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 еще. И вот, пожалуйста, я уже здесь. И как бы все это... Знакомьтесь, разговаривайте с правильными людьми. Подождите. Значит, общаться нужно с правильными людьми. Ну, а еще, Елена, какие секреты говорила? Вот как реализовать свое желание, кроме того, что... Ну, во-первых, она говорит всегда, упорядочите все, что у вас происходит в голове. Так. Выпишите хотя бы свой список желаний, потому что большинство людей вообще не понимают, чего они хотят. Они застревают там на третьем желании, а на четвертом они уже не понимают. А сколько должно быть желаний? Ну, хочешь. Сколько хочешь, но начни с десяти. Хорошо. Так. Значит, сначала мы упорядочим... То, что у вас в голове. Да, и пишем все это, все желания. Желания в настоящем времени уже взбывшимся... Вы знаете, я сейчас, скорее всего, не смогу вам ответить точно на все эти вопросы и не решусь на себя взять такую ответственность. Я просто знаю, что я хочу, и дальше уже, значит, вопрос в формулировке. И дальше, на самом деле, в чем еще интерес марафона, в том, что в течение месяца Лена дает задание, которое направлено на то, что человек просто сидит и копается в себе. То есть он полчаса в день как минимум уделяет себе и своим мыслям. Никто из нас этим не занимается. Следовательно, как только ты понимаешь, что ты хочешь, ты хотя бы начинаешь чуть-чуть в этом направлении двигаться. А как только ты начинаешь двигаться, Вселенная говорит, о, ты посмотри, пошел, пошел, на твою букашечку, ну как, ну как, давай, 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 давай. И рассчитывал сам себе дорогу от ненужных мыслей, и, допустим, как бы сам, как бы, такое, среди чищоба, он сделал маленькую просеку. Расскажите, а для чего записывать желание? Вот она объяснила? Чтобы не забыть. Нет, я абсолютно точно могу сказать. Представляете, какой поток сознания идет у каждого из нас? Ну, то есть, если подумать о том, что происходит в нашей голове, можно ужаснуться. Записать нужно, чтобы хотя бы, чтобы создать первоначальную интенцию. Ну, то есть, первоначально... От чего оттолкнуться, да? От чего оттолкнуться. Записал, увидел, зафиксировал. А дальше нужно просто подумать, что тебя отделяет от финального результата. Вот в моем случае, например, это надо было просто открыть рот и поговорить. Многие люди даже терпят годами, месяцами какие-то некомфортные ситуации. И, слушай, какой-то умняк пошел, не хочу. Не-не, на самом деле... Так ладно, пошла, пошла, благодать, пошла. В середину, прям в студию. Давай, букаштика. Мы же все светимся потихонечку. Вы просто не видите, у нас у всех загорается синяя аура. Ведь если человек с синяя аура, то он индиго. Ой, шикарно. Давайте немножечко посияем. Да-да-да. Не переключайтесь. Да, хорошо. Значит, случались ли чудеса на съемках? Конечно, вообще нас весь фильм, это сплошные чудеса. Правда, весь фильм сплошные чудеса. Но начнем с того, что если сейчас вот рассказать все водные, которые произошли, начиная от того, что мне, человеку без образования, без вообще опыта, доверили там много-много миллионное кино, это вообще чудо. Я считаю, то, что вдруг без всяких предпосылок у нас с Сашей произошла дружба и любовь. Прости, я говорю, обобщаюсь. Все, это все взаимно, мы собрались. Это тоже, я считаю, чудо. Чудо, то, что на самом деле, удивительно, что у этого фильма с самого начала было свое собственное мнение, свой собственный дух. То есть он как-то сам выбирал то, что ему нужно, а что ему не нужно. И как-то он просто перестал сопротивляться. То, что мы героя нашли за три дня до начала съемок, когда я уже лежала под успокоительными камерами. Да, ревела, конечно, жутко. Я думаю, что тот умер. Просто ревет, и я не могу узнать. Когда скажи нормально. Я встречался, я не мог на пятницу разобрать, что она мне говорит в трубку. Нету, нету. Что, что, что? Нету, героя нету. Кого не было? Не было главного героя, не было сексимула, не было секса. А как его зовут теперь? Кирилл Нагиев. А, который Кирилл Нагиев. Его не было? Да. То есть он, где он был? Я вообще не знаю, был ли он вообще до того момента, как он материализовался. Да, ну мы пробовали очень много пацанов, были классные, пацанов, к сожалению, не к сожалению, а больше актеров, чем девчонок у нас, именно вот таких, которых как бы звездных. Пробовали разных, но все как бы... Все как-то не туда, пусто было, пусто. Или ребята не верили в нашу чересчур девчачью идею, либо просто приходили, ну как бы делали вид, что им интересно. Ну, и тут появляется Кирилл на тот момент, как бы тебе сказать, еще не так открыт, как сейчас, потому что мы его сняли чуть пораньше, а сейчас он заявился и в тексте, и в холопе. И сейчас вот уже Кирилл с нашим кино, он уже на каком-то коне успеха и реально, и когда он написал, в Петербурге первым показали фильм, и когда он был самым скепсисом на нашей площадке, Кирилл это был абсолютно скептический человек. И когда Даша говорит, Кирилл написал, ему понравился фильм, я говорю, что? Он нас троллит? Нет, не может быть. Простите меня, да простите меня, Кирилл, я даже полоснула скрин, даже переписки с Сашей, и сказала, я не верю своим глазам. Мы удивились все, в шоке. Я, ну как бы, как бы, все, начиная от продюсеров, Андрюха, или что, Кириллу понравился фильм, все, это успех. Я говорю, боже, это ради, я даже не готов уже больше ничего не делать, главное, что Кириллу понравился фильм. Нет, второй тепленький у нас была Маша. Да, Машка Миногарова, когда тоже был дебют, она тоже. А вот мне вот интересно, вот вы сейчас про Машу заговорили, если вернуться к актрисам, твоим подружкам, значит, получается, с Аглой ты дружишь, с Машей ты, которая блогер, дружишь, а ты не знакомых. Нет, нет, скажи просто, нет, ты не снимаешь, ты снимаешь только подруг своих. В этот момент, мне кажется, ты с Машей не общалась, или общалась? Да, да, с тем, мы же «Пьяную любовь» сняли, и это уже влюбили. Да, 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 все, это в Билане пошло. Она сказала, на самом деле, что она пыталась, нет, что мы с ней, нас с ней сталкивали год перед этим, год, и я все время делала так, ши-ши-ши, это неправда, я просто, как бы, ну, не обращала внимания, а здесь вдруг, когда я увидела в «Пьяной любви», я просто уже все, теперь, чемпион моего сердца, навсегда она там, и, конечно же, Машу тоже мы туда присовокупили, мы даже роль, мне кажется, для нее расписали больше, для того, чтобы она была. Я... Ты что? Ты что? Я уже больше, вообще расписали, чтобы было больше Маши, да? И у меня было несколько людей, наверное, эпизодических, с кем я не знала, ну, я не знала, да, вот, вообще, просто, когда ты заходишь на площадку съемочную, ты хочешь, чтобы тебе было комфортно, потому что, по большому счету, ты пришел тусоваться. Вот, это очень удивительно, что, как бы, только потом, когда я начала сильнее и сильнее туда втягивать, я поняла, что это адски тяжелая работа, и вот уже, если бы мне такое сказали в начале, что я знала, что я знала в конце, я бы бежала просто, пятки бы только сверкали, я бы, я бы, как бы, делала бы все, что угодно, чтобы не быть режиссером. Но, в тот момент, я подумала, чем больше я соберу друзей, тем нам будет веселее. Да, 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 мы собирали именно. Ну, да, и будет комфортнее и легче. Мы собирали и эпизод, наши все друзья, и Юлия Авок, мы пригласили, она тоже снялась, там, и Мишу Орлова мы из Перми вызывали, в общем, кого могли. Конечно, и Яну Троянову, с которой я тоже, ну, мы тоже дружим, там, по сути, я только Кирилла их не знала. Ну, только Кирилла, но Пашу Деревянку тоже просили, по Катю Варнаве пригласила тоже, потому что с ней, как, не знаю, прошел огонь, были медные трубы. Так же и саундтрек мы собирали, Янь, Рудков, Дим, может, там дадите нам песню? Конечно, Идгач, конечно, Идончик, давай, Крем-сор, давай, давай. Это очень хорошо, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Так оно и получилось. Это абсолютно работает, и никто не отменялся, особенно в нашей стране, да? Да, да, да. Ничего не меняется, но это и здорово, почему и говорят, что ох, русская душа, ни у кого таких нет, ну, а что, почему не воспользуются? Так и вот, и Русская Радио стало нашим спонсором, как раз, вообще, мне кажется, от того, что поняли, что в нашем фильме это клубок друзей. Вот, по поводу, Даш, твоего второго таланта, то, что ты композитор, и сама написала музыку к этому фильму. Это вот как вот произошло, почему именно ты свою музыку взяла, это была экономия, или что? Так как бы два в одном, как это шел, Даш? Да, нет, шампунь и кондиционер, ну, расскажи. Я просто, я просто люблю писать музыку, это мой, я думаю, что первый Далан. Пойдемте. Мы продолжим. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, Даша Чаруша и Саша Гудков сегодня здесь с нами, мы говорим про их фильм, который завтра, почему мы так много о нем говорим, целых два часа. Во-первых, потому что это прекрасная тема, марафон желаний, то есть, в принципе, я хочу, чтобы каждый, кто слушает русское радио, любит меня, чтобы у них все мечты исполнялись. Так оно и будет. Вот, это я всегда от всего сердца, и поэтому я действительно сегодня хочу, чтобы мы максимально научили людей мыслить вот в этом позитиве, чтобы они научились исполнять свои добрые, хорошие мечты. Это первое. А второе, в принципе, потому что еще и хорошая комедия вышла, как вы сказали, вот это Чудо-збывательная комедия, комедия, которая продолжает, несет в себе окончание вот этого комета пролетящего, комета летящего новогодних праздников. Чуть-чуть, как бы, может быть, это 23 января, но новогодние праздники, как бы, мы раз, и выходим. Продлили, да. Продлили, продлили. Я вообще очень рада, что в последнее время есть такая тенденция, многие женщины становятся режиссерами. Еще приятнее мне, что многие актрисы-женщины становятся режиссерами, но в данном случае это вот с тобой связано. А скажи, вот ты сказала, что если бы я знала, чем это все закончится, точно я бы не пошла снимать. Ты будешь еще снимать кино? Не знаю, не знаю, не знаю. Надо пережить. Это как постродовая депрессия. Подождите, она только-только поповину оберерезали. Это правда. У меня есть несколько идей, и, слава богу, у меня есть еще и платформа для реализации, потому что продюсер нашей картины Кати Каноненко, это еще и мой ближайший друг, и она генпродюсер Версуса, нашей производящей компании с Ильей. Честно признаюсь, абсолютно девчачье кино. У нас только не хватало только оператора девочки, а так были одни девчонки. Кирилл, почему? Там как бы схемсис, потому что Кирилла окружали как главный герой. Только одни дамы, одни девочки. Ну это же так, наверное, ему прекрасно было. Да, да, вот так мы его как на пиринке-то и носили, на пиринке, как пушок с него сдували. А ты-то сама снималась в этом? У тебя была хоть какая-нибудь, хоть малюсенькая роль? У меня есть там пасхалька, только потому что ни один человек из актеров массовой сцены не смог в правильную секунду убежать в кадр, и мне пришлось... Причем, знаешь, я так переживала, потому что я когда монтировала... Ну как Рязанов, Великий Рязанов всегда снимался в своем фильме в качестве какого-то эпизодника. Да, это правда. Так и Ташка снялась. Причем я так переживала, когда монтировала это все, я прямо видела, что в этой сцене я глава сделал не то, что мне нужно было. Причем я ее просила, говорю, сделай не так, сделай не так. Только я не сидела, не смотрела, у меня не было того, что я хотела. И я вот думаю, что не буду я больше никогда сниматься в своем кино. Ну, сама не будешь сниматься? Сама не буду, буду снимать других. Саша, вот как? Но все-таки снимать будешь, я это поняла. Ты можешь развеять стереотип, что женщине-режиссеру платят меньше, ну, как в некоторых профессиях, платят меньше, чем мужчине-режиссеру? Ой, это знаете, они пока вообще не заплатили. Это по дружбе. Это по дружбе. Ребята, подошли к деньгам. Поддержка этого фильма была у фонда кино. Говорят, что когда берешь у них деньги, то это сумма невозвратная. То есть можно, в общем-то, не париться и спокойненько снимать на эти деньги фильм. Но это правда, да? Не знаю, нет. Спокойненько снимать, это, мне кажется, невозможно. А вам хватило тех денег, которые дали в фонде кино? Или вам пришлось еще ходить где-то собирать? Ну, я могу рассказать эту историю. Мы пришли, мы вообще с наглыми розами. Дело в том, что мы снимали первую часть кино без поддержки фонда кино. И когда мы смонтировали первый драфт, поняли, что нам остается чуть-чуть доснять, переснять сцену. Ну, в общем, чуть-чуть как бы доснять. И наши продюсеры решают, а почему бы не пойти в фонд кино попросить денежку. Денежку, конечно. Вроде бы как у нас нормально все получается. Да. И Гудок, вы, говорит, приготовили слова, что нужно сделать. А я говорю, что-нибудь ляпнем. Что-нибудь сделаем. Мне кажется, они были так удивлены, что выскочили на сцену три человека. Как бы не при... Там до этого до нас там что-то там вещали, соглавцы, захватили крем, что-то такое там. Потом еще там, когда еще там, еще там, еще там. И тут выскочили три, я, Катя, Дашь, что-то. Ха-ха-хи-хи. Тут дайте нам досъем. Чего? Ну, досъем там. Чего? Ну, что же вы? Надейте, что ли? Ну, видишь, глаза-то добрые. И тут, Катя, это еще одно желание, которое совершенно обыцбилось. И тут Катя звонит, нам дали денег. Да, это правда, нам дали денег. Это поэтому мы очень благодарны государству за поддержку. Мы старались потратить эти деньги с максимальным удовольствием. Да, я вот только не знаю, возвратные или невозвратные. Они невозвратные. Возвратные? Нет. Они невозвратные. Нет. Я вас порадовала. Супер. Еще одно желание. Еще одно желание сбылось. Не возвращаем. Так, слушайте, а что все-таки было главным в защите этого проекта? Ну, так, мало ли, может, мне тоже когда-нибудь придется эти деньги просить для кино. Искренность. Все. Это правда. Это искренность. Говорить честно, что про что у тебя кино. Не придумывать, что это кино поднимет патриотический дух молодежи. Или это кино... Подожди, мы это же говорили. Нет. Что это кино заставит наших русских женщин стать... Не русскими. Да, да. И что-то такое. Мы честно сказали, что это будет комедия, в которой будет цитируема, потому что она будет жизненная. Жизненная, в которой будет реальная, настоящая, живая речь. А не прописанная, прости господи, в Т9 что-то такое написанное кошкой, когда кошка Куклачева бросает поэтом, походила, и вот люди говорят в кино там. Подождите, ну так денег в результате хватило, не пришлось квартиры продавать? Нет. Ну, я ничего не продавал. И я нет. Ну и слава богу, вы обижаетесь, что зарплату не заплатили. Хорошо, еще квартиры не продали. Нет, подожди, чуть-чуть заплатили. Ну ладно. Но сейчас же будет прокат, и заплатят больше? Ну, знаете, пока он будет. Не будет, завтра он начнется. Завтра начнется, да, да, да. Подождите, ну до завтра надо дожить. Дожить, ну я вас сейчас покормлю. Нет, мы надеемся, да, давайте. Дорогие друзья, я напоминаю всем, что мы по-прежнему здесь с Дашей Чаруша и Сашей Гудковым исполняем ваши желания и учим, как сделать так, чтобы они реализовывались. С вами также Света Казарина. Свет, привет. Здравствуй, да, Владова? Да, действительно, волшебство продолжается. Всем добрый вечер. Да не то слово. Так, ну что, марафон желаний. Есть. Фильм, который выходит завтра во всех кинотеатрах страны. Давайте исполним всей страной желания тех людей, которые этот фильм создавали, то есть в данном случае вы являетесь главными героями, чтобы фильм собрал кассу, а это напрямую зависит и от любви зрителей, чтобы понравился зрителям. Согласны, да? Это же в силах наших слушателей исполнить ваше такое желание. Вот мы сейчас говорим, что мы ваши исполняем, они-то могут ваши исполнить. Да, мы как бы не призываем, но очень хотим, чтобы все посмотрели. Тут даже дело не в кассах, вообще не в деньгах дело. Дело в том, что мы хотим, чтобы моя вообще задача и задача Даши и вообще всех людей, кто делал... Чтобы не пришлось продавать квартиру. Да нет, кто делал это кино. У нас есть сверхзадача, чтобы после кино, в основном ходят вечером, пришли домой и с улыбкой заснули. Просто вот чего хочется. Потому что вы оба веселые люди, я хочу выяснить, кто из вас веселее. А, да? Да. Ну, Дашка, конечно. Скажу, что-то вы. Нет, конечно, Саша. Нет, все очень просто. Просто вы будете, ну, может быть, кто из вас более веселый, кто из вас более какой-то еще креативный. Сейчас я буду задавать вопросы, а вы будете честно называть. Я или ты? Да? Ну, там, грубо говоря. Ну, да, поднимаю. Я или там Даша. Да, хорошо. Если это не ты. А если ты, то ты говоришь «я». Я. А если все время «я». Ну, и все время «я». Так она все видна, полярное сияние делает, с дельфином плавала вообще. Да, вот в том части, в Блиц, она тебя победила. Как, знаете, может быть, сейчас получится по-другому. Ладно. Ну, давайте. Итак, кто из вас серьезней? Дашка. Дашка, точно. Ну, как бы у меня вообще, я как бы даже на серьезных вещах не могу сосредоточиться. Даже здесь у вас вроде как серьезная передача. Да кто же вам это сказал? Ну, русская жратья. Серьезная, серьезная. Все правильно. Так, хорошо. Кто из вас более спортивный? Ну, Саша. Ну, нет, ну, мы одинаково. Нет, нет, давайте выбирать. Ну, в общем, в такой ситуации. Даша больше, потому что... Ну, ладно, мы с тобой на растяжку ходили. Даша затащила меня на стретчинг в 8 утра. Чем закончилось? Она ходила больше, а давай расскажи. Нет, 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 нет. Это было просто потрясение до глубины души. Я всегда знала, что Саша моден, но он пришел на растяжку в таком костюме, как будто он сейчас собирается сниматься в клипе у... Есть такая... Есть, господи, как это зовут? Канада, Канада. Знаешь, есть такая команда людей, которые снимают? Ну, я ничего не забирал. Что было, чисто, и то я наделал. У тебя даже полосочки были на носках в тон твоих брюк. Что ты в колгот сейчас скажешь? Что ты в колготах пришел на встречу? В этот момент я была раздавлена, поняла, что бессмысленно уже даже пытаться, и мы тянулись. Ну, мы тянулись, у меня нормально. Дашка уже почти садилась на шпагатку. А ты? Ну, у меня там еще остается, как говорится, ну, как бы ручечка. Хорошо. Кто из вас более киноман? Дарья. Дарья, Дарья. Да нет, на самом деле, Саша ходит на все новинки и все самые классные, хаосные фильмы. Я больше в этом деле этот, хайпажор, если можно это слово говорить. Это кто такой? Ну, тот, который как бы хочет быть в тренде нового. А Дашка очень много смотрит хорошего, вкусного, старого киноманта, ты рутроградка. Да, ну, смотри, ну, мы вместе, мы как единые целые. Да, она по-хорошему, она по-хорошей классике, а я по плохой новинкам. Хорошо, по-другому задаю вопрос. Кто из вас чаще смеется? Тут как бы я. Согласна, Даша? Согласна. Хорошо, кто из вас лучше поет? Ну, мы вместе поем хорошо. А кто лучше? Как бы нет, Дарья поет лучше хорошо, потому что она знает, попадает в ноту. Модную грамоту. Да, заканчивала музыкальный школу. Да, у меня она и консерваторию тоже заканчивала. Год консерваторию училась, да. Так что там по-любому лучше. А у меня такой, знаешь, просто... Артистизм. Да, 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 как бы как-то ремесленник. Знаете, на самом деле, певец, это не тот, кто нот попадает. Кто может качественно делиться и харизматично, опытом, делиться опытом. Делиться опытом, запомним. Значит, кто из вас младше? Саша. Я. Ну, слава богу. Ну, слава богу. Супер унижение. Просто супер унижение. Хорошо, кто из вас чаще путешествует? Ну, выяснилось, что... Выяснилось, что Даша. Ну, я тоже норм, я за ней, как раз, успеваю. А кто из вас больше любит животных? Мы оба. Оба. Мы оба любим всех. Мы тут, конечно... А у кого из вас живут животные? У нас. Одинок. Какие? Коты? Ну, как бы, коты, мы же... Мы стали единым целым полтора года, мы, как, не знаю, не разлива, да. У нас одинаковые коты. Коты? У Даши бенгальские, да, у меня абиссинские. Да, причем это все родственники. Родственники одного помета. Свои господи. Скажите, кто из вас чаще попадает в историю? Да, оба мы попадаем в историю. Да, ну, как бы, у меня не случается по моей... Как сказать, не... Дашка больше такая, как бы, как вам сказать, ну, липнет к ней немного нелепости. Я, как бы, если что-то там, ну, упасть где-то, опоздать, где-то ногу сломать на ровном месте. У тебя много было переломов? Ну, последний был вот, который нас связал с Сашей. Вот. Перелом судьбы. Не было бы несчастья. А у меня все мои беды от языка, все в горе, да. Потому что язык ведет к желудку. Да, 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 и желудок тоже не очень. Друзья, ну, в общем, опять победила дружба, потому что, когда собираются друзья в студии Русского Радио, и что их делить-то? Что делать, конечно. Действительно. Не переключайтесь, оставайтесь с нами в ОК, ВК и на сайте Русского Радио. Окей. О, Зеверт. Да. Слушай, скажи, Саша, у тебя популярный твой YouTube-канал, пока еще не поддерживает марафон желаний. Это что такое происходит? Или, может быть, нам ждать сюрприза? Нет, сегодня все выложили. А, все уже. Я не успела перед эфиром просто прогуглить. Да, 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 да. Все нормально. Ну, хорошо. Ну, и что, вы показали свой спойлер? Что вы показали? Нет, ну, мы сделали, как обычно, что у нас экрана делает? Сторис, мы укладываем все в этом. А про YouTube мы, прости господи, сделали немножко другой. Хоть конем. Нет, это же все стесняется. Нет, это все снимается, да? Да, да, да. Ладно. Ну, ты в YouTube выложил, а ты просто стесняешься. Нет, нет, в YouTube у нас нет именно контента для марафона желаний, потому что все ребята вчера были, и впервые это самое страшное, когда свои близкие друзья оценивают, потому что мнение их, для меня вообще, они же самые большие мои критики. И когда подошел Гриш с Вадиком, люди, которые просто меня всегда окунают в уши от холодной водой, скорее, и сказали мне, гудок, мне понравилось. Все. И я вижу, что они не врут, они никогда мне не врут. Я такой, все, еще раз выдохнула, ладно, Кирилл Нагиме понравилось, так все, ребята моим понравилось. Сетра той сказала, что им понравилось. Да, сетра моя врага, плакала. Но сестра вообще с мамой, насколько я понимаю, они тебя вообще во всем поддерживают. Ну, мама-то не особо, но сестра вообще... Наташа. Да, Наташа всегда со мной за одной целой, мы тоже, как все считают, что мы однояйцевые, хотя у нас есть 4 разницы, 4 года. А мама, это главный критик вообще нашей жизни, что и мамой, что Наташке, что моей. Всегда говорят, когда она увидела, мы когда приходили в вечерний Ургант с Дашей и с Минагашей, мы напились чутка алкоголя, да, это было. И когда мама говорит, что выпиливаю, вас выгонят, Эрнст. Саша, так нельзя, да посмотри, что ты наговорил, ты ведел себя неадекватно. Ну, было весело. И добавил кусочек моего фильма, где я целуюсь с Аглайей, и она такая, Саша, ты целуешься с Аглайей в туалете, ты что делаешь? Я такая, мама, ну кто не целался в туалете? Подождите, но мама что, воспринимает, что ты и ты в роли, это одно и целое? Ну, она не понимает, что ты транслируешь людям. Ты должен быть как кобзон, одет хорошо, прости господи, в дубленку, в мужскую дубленку, нормальную шапку, в подштанниках одеть, ни в коем случае не в кроссовках зимой. Саша, ну что это такое? Слушай, ну так получается у тебя, ты такой, как это называется, ребенок, который все маме делал в противовес. Конечно. Все, что ты, все, что ты ретранслируешь, это все не то, что тебе девушка мама. Конечно, и слава богу, моя мама не смотрит YouTube, она не знает, что это такое. Она же себя видит в рекламе, вот это вот все. Да, вот это ей нормально, потому что это по телевизору идет, там потому что все норм. А когда я говорю, Сашка, мне тут подходили тетеньки, тебя видели, что ты там делаешь в интернете? Я говорю, мам, дают интернет, не переживай. Ой, они там что-то говорят, учатся там, творил-творил чего-то. Ну слава богу, ничего не имею. Ну слушайте, неужели у нее не было желания, или она, наверное, свои нервы бережет? Бережет точно, потому что ей как бы это не особо интересно, главное, чтобы я был сыт и теплый, теплый, сыт и тепло одет. Как она это контролирует? Очень, ну, первое, что она звонит по телефону, Саш, ты пьел? А я такой, могу поесть, допустим, ну забыть, да. Ты, ну, всегда говоришь, мам, конечно, ел. Я думаю, бля, ел или не ел? Прости, господи, нет, не ел. Пошли вы себе. Да. Дорогие друзья, пошли откровения Сашиных отношений с мамой. Ну, правильно, потому что кто еще, кроме мамы, за тебя больше всех переживает? Саша сейчас рассказывает, как мама контролирует его жизнь. Моя сестра вчера посмотрела фильм и сказала, что я выдохнула, маму стоит сводить. Я так, говорит, маме понравится. Это не стыдно, представляешь? Это вообще, это победа. Это вошаг. Надо всех ввести, и мам, и пап, и посмотреть, что. Так это что, расскажи, мама тебе звонит, спрашивает, сколько раз на день она спрашивает, ел ты или нет? Ну, она звонит не так часто, но все равно первым вопросом, ел ли я, и не болею ли я, и тепло ли я одет. Вот так она только спрашивает. Не замерз там, ничего, не болеешь. Я говорю, мам, ну все нормально, соленье передайте, Марк, но у меня еще не съедены с 18-го года, у меня и соленья с 16-го года стоят. Мама сама крутит? Конечно. Где она сейчас живет? Ступино, это подмосковный город, откуда я родился. А, ну ты что передавать-то? Ты же сам можешь приехать? Конечно, это 90 километров от Москвы. Конечно. Это не так далеко. Я думала, ты куда-то маму заслал. Нет, куда ее зашлешь, она сама пришлется. Так, а вот скажи, у тебя вот такое ощущение, что у тебя вообще не бывает плохого настроения? Ну, бывает. А вот когда бывает, как понять, что у тебя плохое настроение? Что с тобой происходит? Я говорю, у меня плохое настроение, не подходите ко мне. Ну, как тебе сказать, оно есть, но я считаю, что я не вправе погружать в свое плохое настроение окружающих меня людей. Я, наверное, в плохом настроении сижу где-то дома, либо, если это в офисе, ну, больше всего от этого страдают, конечно, самые мои любимые люди. Как говорят, кого больше любишь, того больше обижаешь. Ну, вот по работе там кто-то с коллегой Comedy Woman. Но, да, что я никогда не срывался. Никогда. Не было дела. Ну, бывает, бывает. Это все, как бы, я не робот. Ну, да, я не транслирую это. А вот мне интересно, вот будет реакция у людей, да, на фильм. Безусловно, завтра все пойдут, кто-то завтра, кто-то послезавтра, кто-то в выходные пойдут смотреть. А вам все равно какая-то будет реакция? То есть вам хочется только лайки собрать или дизлайки, это тоже хорошо? Это тоже хорошо. Ну, сейчас я расскажу точно, потому что, когда есть мнение, когда фильм неравнодушен, и лайки, дизлайки, это как бы одно и то же. Только тут так, тут так. Главное, есть мнение. Главное, что фильм посмотрели. Все. И главное, не остаться в этом отношении равнодушным. Какие выводы можно сделать из дизлайка? То, что этот фильм, его тоже задел. Задел, потому что он поставил дизлайк, что его что-то задел, и так, что он написал. Что он что-то написал, и не поленился. Если когда вот так, то это, мы так еще со времен КВН тоже. Ребята, нас ругают, норм. Хвалят, норм. Главное, что неравнодушны. Все. Но это действительно правда. Но бывает, что душа творческого человека не воспринимает вот этого дизлайка. Или там, когда тебе что-то пишут гадостное, да, вот хейтеры. Вот это мои любимые, да. Вот мы берем, блокируем их. А вот что, ты не блокируешь? Нет, никого не блокирую. Я удаляю только, если как бы там оскорбительное в отношении какого-то моих родственников. Ну, мне так, конечно, ну, как бы не хочется, чтобы мои читали мои родственники. Или там кого-то, кого я выложил, допустим, там, Крестников или еще кто-то написал. Такое может тоже быть. И вот по поводу дизлайков, я тут, у нас был прецедент мой любимый с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым с песней «Ибисса». И этот клип набрал больше дизлайков, чем лайков. И они так переживали, все, как бы все, у нас же карьера разрушена. Мы им утверждаем, Филипп, ради бога, милый, мой дружок, наша Коленька, это тоже правильно. Вот когда вот Тимати и Гуф удалили, я считаю, что это абсолютно неправильно. Зачем они удалили, потому что это прецедент, это клип еще больше бы набрал дизлайки. Он бы, каждый день все смотрели бы, какой там больше всего клипа Гуфа, давай посмотрим, давай. Этот клип он бы постоянно приносил просмотр, он бы постоянно повышался эти дизлайки, дизлайки. Ну, в общем, зря они это сделали, ну, не знаю. И ты решила ребят, в смысле Филиппа и Колю, уговорить на ответ. На ответ, да. Да, да, он был придуман почти сразу. И он тоже сработал. И он тоже собрал больше дизлайков? Нет, он сработал больше лайков, он набрал больше, чем Иббит. А, вот да, 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 это точно. Было такое, да. Ну, то есть не стоит бояться дизлайков? Не стоит бояться, потому что это те же самые лайки, ну, чуть-чуть перевернуты, это мнение. Значит, мы взбудоражили, не все должно быть правильно, мы не должны быть отличниками в этой жизни. У отличников получается все очень кондово. А когда есть, как бы, двоечники, ну, которые сошли за лихватскими какими-то идеями, все получается очень жизненно. Слушай, ну, тогда по твоему прогнозу, если маме фильм понравится, то дизлайков не будет. К сожалению, нет. Мама моя, моя мама, главный дизлайкер в моей жизни вообще. Друзья, оставайтесь с нами в ОК, ВК и в... И ОК. Да, ну, продолжаем. Значит, получается, что... Сейчас... Двадцать третьего, фильм «Завтра» стартует. А вы обращайте внимание на то, кто ваши конкуренты? Как вы искали вот эту дату? Это... От вас вообще что-то зависело? Нет, от нас ничего не зависит. Ну, в этом отношении чуть... Ну, в отношении, что от нас зависело, мы все сделали. Это уже абсолютно, да, маркетинговая компания. Там заряжены абсолютно люди, которые знают, в какой трейлер нужно войти, к какому русскому кино встать, как бы, как говорится, в хвост. Это все рассчитано. Я не знал, и когда мы окунулись, я окунулся в это кино, это абсолютно другой мир. Я не знал, что это все просчитывается, что можно купить, там, или, как бы, заранее узнать, как бы, в каком моменте в трейлере встать последним или первым в трейлерах, когда идет перед фильмом определенным. Там, допустим, встать перед Кинг-Конгом классно, а встать перед фильмом, там, каком-нибудь... Не очень хорошим, не очень хорошо. Слушай, а у нас уже больше трех миллионов, третий с половиной миллионов предпродаж. Ну, это хорошо или плохо? Что такое три... Что это такое? То есть на три миллиона рублей уже купили билеты. Билеты уже, то есть фильм пойдет только завтра? То есть я думаю, в конце дня будет пять, классно. А сколько надо? Вот сколько ты хочешь? Да, нужно вернуть пятнадцать миллионов рублей, когда сказать. Сколько я хочу, чтобы фильм собрал? Да. Ну, то есть ты будешь считать, что это... Нет, понятно, что хотим мы всегда больше. Но вот какая сумма, и ты будешь уже считать, что круто, я довольна. Мне кажется, что если мы окупимся, будет здорово. Ну, а это сколько? Двести двадцать миллионов. Двести двадцать миллионов. Если соберете, ты будешь, в принципе, довольна. Я выдохну... У нас не будет долгов. Я выдохну полную грудь. А подождите, а кому вы должны? Ну, как мы должны быть инвестором? Подожди, 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 подожди. Мы же... Я же спрашивала у вас. Да. Квартира стоит. Нет, у нас есть инвесторы, безусловно, у этого фильма, которые изначально поверили в этот фильм. Потому что мы пошли уже в фонд кино, имея двух инвесторов, и у нас было уже половина материала. Так, подождите, то есть фонду кино вы не возвращаете, а инвесторам вы возвращаете? Конечно, конечно. Ага, а деньги с проката сначала получают инвесторы? Инвесторы получают. Кинотеатры. И, смотрите, прокатчик тратит на маркетинговую компанию. Какое-то количество денег. Да. Условно, там, 80 миллионов рублей. Да. Кто у вас прокатчик? Коро. Коро. Так. Коро. И дальше первые деньги, которые возвращаются, идут. Это его деньги. Это деньги, которые закрывают маркетинговую компанию. То есть сначала 81-80 миллионов заберет прокатчик. Да. Ну, допустим, да. Можно понимать, что половину идеи и половину сборов всегда забирает кинотеатр. То есть для того, чтобы оправдать маркетинговую компанию, нужно собрать 160. Сейчас делаем паузу небольшую. Окей. Первые 160 миллиардов забирают... Миллионов. Миллионов. Мы хотели бы миллиарды. А, да. А, да. Первые 160 миллионов достаются кино и прокатчику. Назовем это так. О, да. Так. Значит, и теперь дальше... А дальше мы начинаем возвращать деньги инвесторам. Инвесторам. Которые поверили, дали нам шанс. То есть и дальше надо, чтобы еще было 220. Или ты имела в виду вообще всего 220? Мы хотим, конечно, 3 миллиарда. Не, подожди. 220 стоил фильм. Сколько фильм-то стоил всего? Сколько фильм всего стоил? Я не могу это сказать, потому что... Это тайна. Это корпоративная этика. А, да. Я поняла. Я говорю просто... Эфемерными суммами. Эфемерными суммами. Оперирую. Потому что есть... Ну, почему-то. Но мы хотим 3 миллиарда. Это... Это вполне логично. Если вы получите... Да. Если вы получите... А, кстати, вот в прокате... Холоп сколько собрал? 3 миллиарда собрал. Да. Холоп... Сейчас посмотрим. Холоп... Не 3. 2. 2. 2. Нет. 2 с половиной он собрал еще вот там. В общем, самый большой набрал по движению вверх. Там есть вот... Движение вверх? А на втором месте сейчас... А сколько движение вверх набрал? 2,9. 2,9. Он старый. Ему сколько-то? С 16 года, наверное. Но он тогда и набрал не сейчас. Ну, естественно. Так. А, то есть движение вверх набрал почти 3 миллиарда. Это максимально в российском прокате. Вот холоп... Мы живем очень интересное время. Ты полета один собрал меньше? Меньше. Да, полтора меньше. Да вы что? Да. Страшно. Да ничего страшного. Это классно. Вообще миллиарды. Там какие-то миллионы. Это все огромные суммы. Мы сейчас говорим. Как будто мы вот... Изменяемся это. Просто едим это. Нам пинг ноги моет. Будут сидим вот тут. Не знаю. Да хотя бы... Просто придите посмотрите. Нам... Тут уже не о деньгах идет речь. Моя вообще сверх задача. Чтоб хотя бы это посмотрели. Потому что это надо посмотреть. Да это правда. В этом... Просто в фильме заложен такой ход любви и доброты. Как ни странно бы это не звучало. Как бы... Еще знаешь... Очень многие... Я вот сейчас как бы... Многие связаны типа Гудков с собой какой-то трэшак. Такой вот. А... Абсолютно не то. Вообще... Неожиданно. Вообще не то. Это же может разочаровать тебя. Да, я вот тоже... Единственное... Вот почему... Разочароваться именно, что не увидит трэшака. Возможно, но это не как бы... Нет, нет, подождите. Ты там уже актер. Ты там уже не Гудков. Да, да, да. Как тебя зовут? Персонажи как зовут? Паша. Паша. По имени меня никто там не называет. Это Даша придумывает, что давай ты будешь Пашей. Ага. Фамилии нет. Ну вот. Ну ты там Паша, поэтому ты можешь вести себя совершенно как угодно. Как Паша. Да, да, да. Как написали, так какой-то и есть. Да, да, так и сделан, конечно. Поэтому почему там разочаровывать? Наоборот, у человека... В следующем фильме ты будешь, кстати, еще в кино сниматься? Ох, не знаю. Мы тут пока сейчас этот... Сейчас мы немножко разгребем. Нет, нет. Абсолютно знаю, что... И этот был для меня стресс колоссальный. Даша, а ты вот как режиссер считаешь? Вот сейчас посмотрит на Сашу в этом образе. Вот режиссер его сразу. Сразу звоните. Дорогие друзья, сегодня мы исполняем все желания, кто вместе с нами. Потому что завтра на экранах страны стартует потрясающая уже, я подозреваю, комедия. Как она называется? Марафон желаний. Нет, Марафон желаний. Чудо-збывательная комедия. Вот. Чудо-збывательная комедия Марафон желаний, где как раз играет Саша Гудков, а также он сценарист и продюсер креативный. Ну, а Даша Чаруша, она режиссер и сценарист. С нами еще играет и Машкина Нагарова, и Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Ян Троянова, Юлия Аук, Павел Деревянко, Кать Варнава. Замечательно. Олья Превова, да. Макар Запорожский. Вы знаете, Аглая должна была сегодня здесь быть вместе с вами, но ей не здоровятся... Да, да, да. Вообще даже такие артистки, как Аглая Тарасова, тоже люди. Здоровья тебе, Аглаша, слушай, наверное. Да, да, да. Пожалуйста, скорее поправляйся, потому что очень хочется тебя увидеть в эфире на русском радио. Да, ну, я хотела про семьи вашей спросить, про Сашину. Мы спросили уже, как отреагировала сестра, что он ждет от мамы. А у тебя же муж, режиссер, он посмотрел вчера твой фильм? А муж мой в Ванкувере сидит уже полгода. Почему? А потому что Илья снимает большой свой американский проект. Вот. И он, собственно говоря, отвечает сейчас за постпродакшн, никак не мог оторваться, но звонил мне вчера в прямом эфире все время через каждое десять минут. И поскольку Илья еще тоже наш продюсер, он принимал участие на многих этапах в этом фильме. Он тебе как режиссер давал какие-то советы? Ой, у нас была битва титанов. Вот Саш не даст соврать, вообще просто. Моя любимая. Вот это я когда обошел смотреть, как Илья с Дашей... Как Илья дрючит Дашу. Вообще Илья изначально, когда ему сказал, ой, Илюк, еще мы сейчас кино сделаем. Он так на меня скептически посмотрел, говорит, ну зачем тебе это надо? Я говорю, ну как, мне интересно. Он говорит, это вообще не мотивация. И я подумала, ну окей, ладно. Я все равно начала это делать. И он мне все... Первые полгода он все время говорил, что я турист. Я турист в этой истории. И мне надо как бы заканчивать вообще с этим занятием. А потом, когда он посмотрел материал первый, он поменял очень свое мнение и начал, подключился и очень сильно нам помогал. Вот в каких-то моментах он давал нам советы, приезжал на площадку, терроризировал меня, что очень верно, потому что, в принципе... Вспушил. Вспушил. Вспушил, будоражил. Стеснение придает форме изящества. Да, да, да. Я считаю, что здесь никто не стесняет, понимаешь, что ты можешь расплыться до вот таких размеров. Ой, да, действительно. Илья очень нам помог на финальном монтаже, потому что мы же все как мамочки-курушки собирали любую шутку, бережем как зеницу ока. Это правда. И фильм получился очень большим. Час пятьдесят. Он не может быть таким. Ну, там еще больше, мне кажется, было. Ну, в общем... И что? И он взял на себя монтаж? Да, кесарь и сечение. Нет, это не кесарь и сечение. Монтаж уже был. Это как бы просто хирургический. Это уже пост-монтаж, да. Пост-монтаж. Когда тот, 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 тот. Я такой человек, который тоже так короче. Но девчонки меня не слушали, но пришел Илья и как бы все поставил на свои места. Лишнее отчикал. Да. Теперь идет фильм полтора часа. При этом я слезами обливалась над каждой шуткой, просто над каждой историей. Потому что мне казалось, что ну как же, ну как бы человек должен это посмотреть. Тут такая великолепная, тонкая актерская игра, такая кружево, такой кружево из текста. Да, да, да. Вакханалию слов, плетеных в кружево предложений. Это правда. Такой, значит, такой многогранный кристалл вообще, который я вот тут и мы тут. Сейчас мы его обрубим до кирпича. Ну так оно и было. Нет, слушай, ну так это тяжело получается, некомфортно работать вместе с мужем. С близкими людьми работать по-разному. В одном проекте. Но вот тебе с Ильей. Нет, мне с Ильей работать некомфортно только потому, что он постоянно убивает во мне эго. Он диктатор? Ну конечно. Он же классный режиссер. Как любой творческий человек, у которого есть свое мнение, который одарен талантом, наделенным диктатом. Так, ты у него снимаешься? Что это он там в Ванкувере делает, а ты здесь? Или это уже постмонтаж? Ты у него играешь в кино? У меня есть там роль, да. Вот в этом, в последнем? Да. Да. Это не тайна была? Но она не главная. А почему это вы вот так вот говорите? Потому что если у актрисы муж и режиссер, я считаю, я так считаю, что он просто обязан снимать в первую очередь свою жену. Вот я тоже так считала. Так, а теперь? Теперь так не считает. А что он такое вложил в вашу голову? Какой чип? Я уже на вы даже стала разговаривать с тобой, Даша, что ты теперь так не считаешь. Ну, я считаю, побыв режиссером, и как бы перед этим три года терроризируя Илью, что он мне не снимал в главной роли, побыв режиссером и понимая, что никаким образом родственные связи не могут влиять на конечный продукт. Если ты возьмешь жену на главную роль, я знаю только один, два момента, когда мужчина пествовал, холил, лелеял, восхвалял и снимал женщину свою, и было классно. Это Роже Вадим, который сделал Бриджит Бордо. Так. И вторая история с Майей Плесецкой, которая… Здравствуйте, приехали. Привет. А Филинис с Мазиной. Да, с Жилетой Мазиной. А скажите, пожалуйста, Александров с Любовью Орловой. А гениальная совершенно… Нет, полно примеров. Да, конечно. А Герасимов всех своих жен снимал. Как только жена переставала быть женой, он сразу находил другую жену. В сказку Роуз пускал. Слушайте, ну просто там как бы талантливые примеры. Я просто не талантливая артистка. Ну это правда. Друзья, не переключайтесь. Ты моя мазина. У нас сегодня. Ой, тогда пускай, Даша, ты будешь талантливым режиссером. А я хороший режиссер. Это что, Басков? Да. Это Басков. Да. А кстати, вот этот клип рекламный, ну это вообще… Это тоже ты снимала? Какой? Вот это где они с котом делят кота. Нет, нет, это снимали когда Катя Кононенко на Versus Production снимала. Я просто подумала, что может быть похоже на… Нет, они просили, но это снимали наше продакшн. Ну это его, собственно говоря, мы. Мы. Все мы. А, все вы. Ладно. Так, хорошо, Саш. Я просто не отделяю отверстие продакшн, мне кажется, как бы ты стала частью его. Скажите мне, значит, вы сказали, что марафон желаний это больше женский фильм, правильно? Ну, он с женщинами сделан, наверное. Ну что, больше он женский или мужской? Ну нет, это же классно очень сказалось, на самом деле, и мужчины, и женщины все желают. Да, 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 да. Вопрос, на самом деле, почему мы отделяем женский от мужского? Ну, говорят, чисто женский фильм, я буду сейчас отделять мужчину от него, но было совершеннейшее для нас откровение, в Петербурге наш продюсер Андрей Савельев пригласил на презентацию-предпоказ четырех своих друзей, которые военные, вот летчики какие-то там были, летчики с женами пришли. И он был уверен, что на какой-то там пятой или шестой минуте они скажут лицами. И оказалось, что жены были норм, а в летчике хохотали, как угорелые. Угорелые и не пришли. Ну да. Восторг и никуда не хотели уходить и сидели. И вот абсолютная была чистая эмоция, и у меня своего Андрея говорил, вот так вот мы не знаем, на кого он больше зайдет. Ну тогда все равно. Ну женских тем там надо давиться больше. Тогда что должна сказать девушка своему парню для того, чтобы они пошли в эти выходные именно на марафон желаний, а не на какой-нибудь ужастик. Хочешь быть со мной вместе? Пойдем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Так-то, только так. Вообще или на эти два часа? Ну-ка не знаю. Конечно, вообще. Вообще, правда, терроризирует. Свои дальнейшие планы на сегодняшний вечер сперва мы идем в кино. А если они уже вместе живут много лет? Не важно. И он с удовольствием дальнейшие планы на сегодняшний вечер поменяет. на этот? Нуу... Надо по-другому подумать, придумать что невное. Давай скреатив. Нууу хочешь, чтобы... Хочешь? Да. Хочешь. Хочешь, чтобы мы разошлись с тобой в пойдем на этот фильм? Хочешь, чтобы мы не расходились – пойдем на этот фильм. Хочешь, чтобы мы разъехались, когда пашино пойдем – подумали друг о друге! Давай, пойдем на этот фильм. Надо четко осознавать, чего человек хочет. Челное решение? Не факт, что она эту что хочет? Это слишком рискованно! Хорошо. Я хочу спросить у тебя Потому что мы сегодня говорили Про дашь на таланты композиторские Ты снимаешь музыкальные клипы Своим друзьям А вот сам ты музицируешь? Да, конечно Надо стоит в инстаграм взять и посмотреть Сашечка, вас набирают на баяне Это ты по-настоящему играешь? Я думала, это хмохма была Я ходил на баян В детстве? Да, три года я ходил на баян Таскал шести лет, на санках был тяжелее меня Зимой, еще снег был тогда И как сейчас, да-да, еще снег был И я иду с санками Как здорово Саша Гудков только что признался Что он играет на баяне Я потому что думала, что это Ну, как говорится, фикция, конечно Да, конечно, что ты сидишь, тра-ля-ля А там у тебя играет Играет какой-то мужичок с гармошкой стоящим Так Но это круто Да, я в свое время пел хорошо Долго-долго у меня сломался голос И все А после Да, до лет, наверное, года Когда я стал некрасивым петь Знаете, когда есть вот цыплятки Очень пушистый класс Есть куры А вот здесь куры подростки Голова у тебя Голова еще не выросла Вот я был в этот момент Преломался голос И все Моя ученица по музыке Владимира Николаевна Попова Сказала, Саша, ну больше ты как бы петь не будешь А до этого я пел Мне солировал Я даже в Кремовском дворце выступал В школьной форме Пел там А у нас во дворе Я не помню, что-то я пел Какое-то там Какое-то уравнение Что-то Ябеда-корябеда Вот такое Что-то такое Ябеда-корябеда Ой, беда-ой, беда-ой, беда Если в классе ябеда Если в классе ябеда Ябеда-корябеда Какая прекрасная песня Ты ее сам сочинил? Нет, нет Привет Это струва Там Уронили мешку на пол А, хорошо Ну, ты 20 лет уже в юморе Ну, если считай С КВН Да, у тебя в этом году юбилей Ты понимаешь? Да, я в этом юморе Мне кажется Вообще Мама родила меня В 7 месяцев Вот и сразу О-о-о Недоношенный Сразу смешно Скажи, изменился ли юмор За эти годы? О, да, конечно Очень Все с приходом Диджитал И вообще Все стало гораздо быстрее Гораздо Моментальнее Шутка становится Сейчас смешно Только вот Допустим Как можно сказать Раньше это было долго Люди могли смеяться Смотря фильм Наслаждаться фильмом А сейчас Сейчас все Выкладывается Люди не могут посмотреть 15 секунд Это уже не интересно Если нет первой шутки Все переключают сразу Почему это сториз? Мы живем в формате сториз Почему сейчас все шутки Моментальные Мем Посмотрел День она пожила Ушла Все Ее уже не смешно Неделю назад К чему она была? Что это было? Почему нам было так смешно? Редко когда попадаются Шутки сейчас Которые на века Ну такие есть У тебя? Ну я очень люблю Юмор Который построен На путанье слов А у тебя есть? Путанье букв Не знаю там Ну как бы Это абсолютно Это как я называю Примитивщина такая Все говорят Саша ну это такой Как бы ты деградируешь Но мне кажется Настолько это Базис Настолько это весело На самом деле Дурацкие приколы Самые смешные Они реально смешные Я обожаю Едет в детский лагерь Вообще быть вожатым Потому что там Настолько Все непредсказуемо И ты не знаешь Чем это закончится Детский юмор Вот подростковый Он абсолютно Нелогичный Они могут Допустим Я иду Из столовой Они мне говорят Александр Башмачок Я что говорю Почему Пошмачок Не к чему Просто вот Пришло в голову Просто смешно И я ржу с ними Как Подожди Ты до сих пор ездишь В детский лагерь Гоняю Какой Это называется Лагерь Камчатка Творческий лагерь В Эстонии 12 дней Мы живем Эстония Камчатка Да Ну так вот Творческий лагерь Мы живем 12 дней В палатках На острове В условиях Леса И каждый день Творческое задание Подожди А как дети Туда попадают В этот лагерь За деньги То есть это Можешь зайти в интернет И купить путевку А кроме тебя Там еще есть Там очень много Творческих людей Вожатых Твой бизнес это? Нет Это не мой бизнес Это В общем Это очень Классное Творческое начало Филиппу Я хотела Привет Филипп возглавлял Раньше журнал Эсквайр Если вы вспомните Такой Вот Филипп сейчас Полностью Он организовал Эту историю Лагерь Он уже по-моему Десятый год Из какого возраста? С 12 до 16 Потому что Как бы Ну есть и десятилетки Но там Как вам сказать Дестилеткам Еще Они должны На этом острове Нужно за собой уже Следить Потому что Пошел дождик Промокли ноги 12 лет уже пойдут Переоденутся А десятилетки Могут с шклюпанью Ногом ходить Ой нам холодно Нам холодно Ну как бы А там А для чего вожатые Чтобы Ну нет Я такой вожатый А есть вожатый Который скажет Иди И я живу своей жизнью У нас творческий лагерь А сколько стоит? Нормально стоит Нормально стоит И вожатые живут Своей жизнью? У нас так У нас Отбой в три ночи Первый Вожатый Дежурный вожатый Должен вожатый должен Пройти по палаткам Собрать Или дети в палатке Посчитать Вот такое у нас А если нет? Ну что Вызываем Ищем Понятно Вызываем МЧС Я поняла Главное дело Прививку от клеща Скажи Ты же столько лет В камедии И в принципе И КВН Мужской юмор От женского Отличается? Вот здесь Я абсолютно Есть человек Который Не сексист Наоборот Феминист В этом отношении Потому что Женский юмор Для меня гораздо смешнее Потому что он алогичный Потому что я не знаю Чем он закончится Ну как детский Конечно Он как детский Наверное Но он Настолько Витиеватый Он настолько Вот здесь надо подумать Потому что Чтобы догнать Женщину Надо подумать Надо подумать Мозгами Потому что Простите У нас Мы как бы У нас офис комедии Мы на первом этаже Комедии И все остальные Три этажа Мужской комедии Ну как бы Я там понимаю Над чем они там ржут А у нас Они приходят Чего вы тут смеетесь А мы там Ну мы тут обезьянку Посмотрели Что? Ну как бы Мы тут как бы Обшучиваем Ну я варилась В комедии В комедии Вомен Уже 13 лет В этом году Шоу И Не знаю Это моя Это моя Отдушина Потому что Ничего Ближе Наверное Даже Не то что КВН Но ближе К комедии Вомен У меня ничего не было Ну а почему же В таком случае Здесь один этаж А там целых три Почему женщин В юморе Меньше чем мужчин Ну потому что Мы концентрирование Нам одного этажа Хватит Ну в это надо поверить Наверное Как бы Мы долго раскачивались Тоже никто не верил Что Женский Полностью женский проект А вообще Мне кажется Мы единственные Вот только сейчас В Украине Возошел тоже Женский квартал Классный тоже Девчонки Там проект В Киеве появился А так Чисто женских шоу Эстрадных Мало Мало Даже в той же Долерантной Америке Там был сериал Про женское шоу 30 рок А вот как бы Такого шоу Нету Везде Такое все Дайверсити И мужчин И женщин Одинаково А у нас так все Классно Хемелитски Да Даш Короткий вопрос Тебе что больше нравится Чтобы ты не скучала Тебе больше нравится Шутить или смеяться Мне смеяться Конечно Ну хорошо Тогда будем продолжать Смеяться Друзья В ОК И ВК А также на сайте Русского радио Вы можете насмотреть Включайтесь Супер Даш В преддверии Нового года Ты поделилась Со своими Этими вот Ну Поклонниками Да Можно так сказать В инстаграм Ну подписчиками Что тебе удалось Записать музыку И целый оркестр К этому фильму Да Ну вот расскажи Это прям мечта Мечта тоже у тебя была Которая реализовалась Чтобы твою музыку Сыграл оркестр Да Это была моя мечта Мне очень Мне очень хотелось Мне правда очень хотелось Потому что Оркестр Я много музыки писала И для фильмов Для кино Ну это в принципе Моё первое занятие И мой такой талант Безапелляционный Я бы сказала А к оркестрам Мне никогда не доводилось Потому что для того Чтобы записать оркестр Народные деньги Нужно нанять музыкантов Они должны за всем заплатить Они должны прийти И как бы сесть И дальше Сделать все А здесь Как бы такая история Произошла И мне кажется Оркестр Это как Это как Оседлать кита Это прям Ровно такое ощущение Когда ты находишься На теле На спине чего-то Что очень сильное И у него есть Своё собственное сознание А ты просто должен Чуть-чуть Как бы его подруливать И главное Не свалиться в пучину Потому что Ещё интересно Что я Я была с Гошей Лебедем Бутером Он звукорежиссёр И он сказал Что самое главное Ещё с оркестром Это на них не давить И при этом Не распускать Если должен быть Такой баланс Потому что Когда ты работаешь С людьми Ты ещё была дирижером Что ли Не-не-не Я не дирижер Но ты имел ввиду Что ты Ты работаешь с людьми Ты говоришь Что нужно сделать Давайте здесь Вот так Давайте применяем штрих Давайте сделаем ещё И ещё что-то Они Они должны почувствовать Что Что Как бы Что Ты их любишь Они тебе нравятся Вообще Мне кажется Это главное Главный Возможный Главный способ Работы с людьми Когда люди чувствуют Что они Тебе нравятся И у них есть ещё Хоть малюсенькие Доверие к тебе Все отдают Самое лучшее Кладут на стол Самые свои большие Драгоценности Так и с детьми В лагере Они очень чувствуют Вообще Коллектив Это самые Ранимые Ранимые Субстанции Даже в том же Самом кино Обидишь одного Это точно Скоснётся всех Потому что Это такое Ну это клубок Нейронная сеть Как бы Ну это По-любому Так происходит Когда в коллективе Где-то есть Некая Напряжённость Напряжённость Перетекает Так И потом Весь коллектив Это тоже переживает Так и вот Оркестр Так же и детская И так же Площадки У нас тоже Понимаю Есть там Некие напряжения Допустим Были Между актёрами И все У всех начинается Что нам делать Что нам делать Всё Понимаем Что дальше Не сыграем Ещё там что-то Ну вот Лучше жить Конечно В таком Не знаю Мы может Придумываем Что не бывает Такого хорошего Не бывает Всё хорошо И классно Но В какой-то момент Времени Хочется жить Именно Вот Такое Когда Надеваешь Развочки Думаешь Я согласна Такой Не только Момент Хочется жить Это вообще Прекрасное состояние Когда Ты в таком Пребываешь Наверное Есть Вот Тот Сам Ощущение Полёта Творческого Когда Вы Пребывали В этом Состоянии Потому Я Уверена Что Фильм Получился Очень Талантливый Скажи А как Музыка Рождалась К На самом деле Вообще Всякий раз Что ты делаешь У тебя есть У тебя такое ощущение У меня всегда Когда нужно что-то сделать И ты стоишь На пороге И в ничем Я стою У пропасти И мне нужно Прыгнуть Я не понимаю Там Глубоко Или не очень Глубоко Это главное Что нужно прыгнуть И это все Рождается В процессе Когда ты прыгнул А если ты не прыгнул То никогда Ничего не рождешь Дорогие друзья Итак Саша Гудхо Дарья Чаруша Сегодня здесь С нами Рассказывают О том Что завтра Ну или там В ближайшее время Обязательно Надо пойти Посмотреть их фильм Марафон желаний Ребята Я еще раз Вас уже тут Пыталась запугать Хотя это невозможно С вами сделать Как говорится Стрельные ворови Да ты не страшная просто Ну спасибо Да Ну я Просто хочу Еще раз напомнить Что у вас Серьезные конкуренты То есть вот Сейчас Завтра выходит Ваш фильм В прокат А конкуренты У вас Извините Уилл Смит Егор Крид Кристин Стюарт Четыре мультика И еще Последняя Тяжелая артиллерия Это Жерар Депардье Боже Боже Почему мы Не знали Об этом ничего Ну хоть сейчас Вас испугало Немножечко Вообще У меня затряслись Все Затряслись Вообще Вот Но Но Ведь если люди действительно талантливые Креативные Такие как вы Ну по большому счету Вы все равно сможете Выплыть В этой ситуации Я хочу Во-первых Спросить С какого возраста Дети Можно смотреть Ваш фильм У нас стоит Красивейшая Плажка 16 плюс 16 плюс Ну как бы Можно Мне кажется В нашем возрасте Это можно и в 12 Показывать Хорошо Мы чуть-чуть Перестраховались Потому что На всякий случай Из-за чего Из-за моей сцены Да конечно Из-за моей сцены Потому что Это был главный Ну я видела эту сцену Не волнуйтесь Я смотрела У Вани смотрела Хорошо Так вот Я предлагаю сейчас вам Опередить своих конкурентов Так По четырем жанрам Значит вам нужно Коротко пересказать Вашу историю В разных жанрах Вот готовьтесь Сейчас Супер Давай Итак Если бы это была Эротическая драма 18 плюс Так и ничего И менять не надо Пересказывайте Хорошо Ну в общем Одна очень пылкая Особа Расстается с жеребцом Потому что Теряет некий Предмет своего доминирования Потом влезает Доминатрикс Мать В это В это событие И ее подружка У них начинается Тройничок Потом Она звонит Она звонит ей Чтобы та уехала С ней И у них начинается Секс по телефону Секс по телефону Она в аэропорте Оказывается в аэропорте В аэропорту тоже секс Да Правильно в аэропорту Или в аэропорту В аэропорту В аэропорту Тогда вот так надо В аэропорту Вот А едет она для того Чтобы поднять свои навыки По секс Игрищам Конечно Подоминирование Подоминирование У нее полные сумки Секс-игрушек Она раздает их Она раздает их направо Налево Хочет ими расплачиваться Вместо денег Потом попадает Извиняюсь В тюрьму Там происходит Новейшее Новейшее Как бы Не знаю что это такое Она встречает новую жеребца Гуру 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 Интимной жизни Потом жеребца И все У них заворачиваются И потом они в конце готовят Финальное Давайте про конец Не будем рассказывать Да хорошо Он должен быть неожиданным Конечно Хорошо Теперь представим Если бы это был бы Ужастик Ну Если это был бы Ужастик Кто-то сто процентов На черной комнате Да-да-да Как бы На черной-черной стене Девочка залезла в помойку Заболела эпидемией Да Так Ротовирусом Девочка в помойку Залезла ротовирусом Подруга тоже была Подвержена Этому ротовирусу Только уже На высокой стадии Она поехала В Хантамансис Заражать там всех В Хантамансиске Были заражены все Заражены были Все этим вирусом Парень в маске Пытался ее Как-то спасти С матерью Но она уехала А в финал Не будем рассказывать Что там дальше было Пускай останется Открытый финал В общем погибли все Вот так Я говорю Не будем рассказывать Финал Хорошо Погибли все И наконец Если бы это был бы Мультик 4 плюс 4 плюс Да В общем так Сухопутная русалочка Решает Отдать свой хвост И стать более Знаменитой Принцессой Диснея Наверное так Взамен другая Моана допустит Другая принцесса Говорит Я приезжаю К нам на сбор Всех диснеевских принцев Мы тут прикладываемся К знаменитой К самому Микки Маусу Чтобы сборные Все наши желания А все отдаем ему хвосты Да И как бы А Принц самой Принцессы Был как бы Недорисованный Да Вот она Хотела как бы Дорисовать За карандашами поехать А оказывается Недорисованный Ее Она встретила Дорисованного Дорисованного А тот был Недорисованный Как бы еще И слава богу Что не дорисовался Ну что Я думаю Что нету у вас конкурентов Конечно Нету однозначно Да не в конкурентах дел Дело в выборе А выбор правильный будет Если вы придете На это кино Марафон желаний Дорогие друзья Спасибо большое Всем кто были вместе с нами В этот прекрасный вечер Я с вами прощаюсь До завтра До 7 вечера А вам Саша Гудков И Даша Чаруш Хочу пожелать Конечно же Собрать миллиарды Миллиарды Приветов Поцелуев Благодарности От ваших зрителей Ну и конечно же Чтобы денежек тоже было Да не меньше Я благодарю Всех зрителей Русского радио Спасибо вам огромное И всех ждем в кино Вообще просто Ходите в кино Это лучшее Время препровождение Лучший аттракцион Кто придумали люди Да и слушайте русское радио Света Казарина Возьмите до полуночи Пока Света какая ты бедненькая Вечернее шоу Аллы Довлатовой О-о-о-о-о